Здравствуйте, с вами дядя Гоша, и мы продолжаем играть в великую цивилизацию, господи мой любимый игра. Ну что, давайте вспомним, что там было. Значит, мы открыли Византию, с ней поговорили. У нас там шпион, мы воруем у неё исследования. И, насколько я помню, там в городе у них чего только нет. Смотрите. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам! Это всё чудеса великие, как вы понимаете. И надо этот город, конечно, захватить первым, потому что он самый сладкий... ...самый сладкий буболешек на этой вообще... на этой карте. Мне не хочется тут ни с кем ссориться, но я просто вынужден буду этот город захватить. Не знаю, может быть, я его разрушу, потому что его... Есть такое вообще возможность столицу разрушать, я точно не помню. Но слишком он далеко от моей столицы. Но захватить его надо будет, это будет тяжело очень сделать, конечно же. Тут нужно будет повсюду войска составить, либо очень мощно иметь флот, либо нужно, чтобы много у меня было союзников против него. Но до этого ещё пока время должно идти, 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 идти. Раз, два, три. Слушайте, у нас четвёртый город ещё может быть. Я думал этот захватить, да. Но сейчас я уже как-то менее к этому склоняюсь, по факту. Потому что часть границ я могу у них отжать, в принципе. Раз, два, три. И с помощью этого... Сутью, они там всё порубили, хулиганы. Как им не стыдно. С помощью великого полководца. Так, и мне надо будет ещё где-то построить город. Может быть, даже, знаете, где-то вот на воде чисто. Ну вот, ну чё вот здесь где построишь, да? Раз, два, три, тут всё используется. Ну, кони, шмони, это всё понятно. А, я вот тут ещё думал воткнуть, да? Потому что тут гора есть, и можно будет построить одно чудо света, с горой связанное. Ну, в принципе, это немного. Одно всего-то-то. Раз, два, три. Больше земель будет. Ну, в принципе, там равнины, пустыни, даже не знаю. Тут втыкать, ну, тоже как-то столицу перекрывать. А вот тут уже другой разговор. Во-первых, тут есть небольшой остров с лесами. Да? Я раз, два, три достану до железа. Достану до овец. Тут и рыба будет. Может быть, тут что-то будет ещё. Я смогу этот остров контролировать. В принципе, опасность в том, что если противник будет нападать, то он этот город очень легко у меня возьмёт. Мне бы этого не хотелось, конечно же. Вот. Всё-таки это цивилизация, это не Европа. Тут нельзя после войны себе вернуть так город. Ну, обычно это так не происходит. Они не согласны его вернуть. Ну, конечно, нам нужно больше разведки. Понять вообще, что вот тут за острова находится. Но посмотрим. Пока не буду спешить с четвёртым островом. Хотя, конечно, хотелось бы его уже иметь. С другой стороны, что у нас так тут культура хорошо... Ой, у нас, смотрите, у нас люди недовольны. Какой четвёртый город, Гошан? Ты сначала людей довольными сделай. Так, у нас здесь арена будет. И получается, что будет побольше довольства. Здесь мы священный храм воткнём потом. Так, и у нас до усиления... Ох, отлично! Просто великолепникус. Ну чё, вот тут его воткнём, да? Чтобы у нас больше производства было в столице. Мне кажется, вот тут будет вообще идеально. Так. Можно, конечно, было бы и ускорялку взять. Но, собственно, ради чего? Когда у нас там будет выравствовать через 10 ходов? Исследование через 12. Конечно, неплохо было бы для запретного города оставить его, чтобы ускорить. В случае, если никто другой не возьмёт. Недовольство граждан оккупированных. На это всё понятно. Ну вот, меценатства у нас, кстати, нет. У нас нет меценатства. Ёшкин как Клюшкин. Надо его срочно открывать. Срочно, Гошан. У тебя 12 ходов? Не, не хватит, слушайте. Вот это я не предусмотрел. Что нужно меценатство, чтобы запретный город открыть. Но, понятное дело, что у этих-то там, у Венеции наверняка есть меценат. Как же это упустил-то, Гошан? Давно не играл, всё забыл. Ну ладно. 24 хода, да? Да. Конечно, тогда давайте построим заводской комплекс. Ведь он 4 даёт, но в перспективе он больше будет давать. Ну и сейчас нам эти 4, это просто как мана небесная. Чё это ты тут безработный-то? Да ладно. Вот тена царить. Безработный тут сидит. А чё он тут сидит-то? Эээ. Зачем? По умолчанию. Смотрите, сидит. А, во, всё нормально. Странно. Видите, если в молоточке, то больше безработных получается. Но я думаю, нам сейчас в молоточке не надо. Нам тут куль... О, они же науку теперь ещё дают. Ну вообще отлично. 10 ходов. Ну ладно, давайте нам побольше, чтобы было производство и золото. Всё-таки великий полководец в этом смысле должен затащить. Так, мэн, а ты куда плывёшь? По-моему здесь... Здесь, по-моему, эти... Да, туда плыть нельзя. Хочется, но нельзя. А когда вы расширитесь? Ладно, давайте его тут оставим. К сожалению... Я хотел сюда его пришпорить, но не получится, к сожалению. Ладно. Давайте мне, наконец, арену. Нужно мне тут хорошее настроение. Я думаю, за 10 ходов я тут много чего успею построить. Нам банк ещё надо будет потом воткнуть. Дополнительный торговый путь. Нам бы предыдущий как-то использовать. Так, один у нас туда идёт, да? Второй туда и третий сюда. В принципе, мы можем... Я вот не помню. Тут надо что-то открыть, чтобы можно было по торговым путям посылать молоточки. Вот это было бы вообще кстати. Так. Снизилось влияние. Всё, видите, им нужен великий художник. Ёшкин как Люшкин. Они ещё и не мои союзники. Вот тена. Ну ничего, сейчас обратятся в мою религию. Может это что-то и поможет. Кто-то в новое время ещё вступил. А я... А, я кстати... Я тоже там, уже в новом времени. Я крутой мэн. Так, гильдия художников. Караван-сарай. Гавань. Ну гавань, кстати, неплохо. Торговый путь к столице по воде. Вон это к столице. Пока ладно. А вот рабочую лодку ещё одну. Да, было бы неплохо. Туда наверх. Грузовой корабль тоже неплохо. Но тут сейчас варваров довольно много. Вот. Гавань. Караван-сарай. Ну, можно гильдию писателей, в принципе, построить. Национальный эпос, гильдия художников. Чё тут нужно? Ещё два университета для Оксфордского. Два рынка для этого. Великого храма нужен тут достроиться. Один из ходов осталось. Ну чё, у нас тут обслуживание. Тут больше культуры. Скорость возникновения великих людей. Плюс 21. А у нас... Плюс один. Тут вообще, по-моему, плюс ноль. Ой. Ну ладно. Надо национальный эпос брать по-хорошему. Тож, чё мне ещё тут строить? Потом я банки буду строить, само собой. Но пока... Обеспечить два очка великих людей для появления великого художника. Да, тут просто всем. Тут просто всем. Обеспечивает для появления великого писателя. Но... Культура мне не помешает, конечно. Национальный эпос, но он долго будет строиться. Золота у нас достаточно. Ну да, надо писателей ставить. Так же, чтобы повысить уровень культуры и ускорить процесс возникновения... Так, за каждого специалиста. Господи, я даже не знаю, что делать. Я теряюсь в догадках. Теряюсь в догадках! Ну! Кто из вас может в открытое море? В Каравелла, да? Мне бы исследовать все территории, было бы неплохо. Чё да как, что происходит, знаете. Весьма будет... Весьма будет кстати. Пусть Каравелла строится. Так, так она будет строиться. Пять ходов. Так, ну город особо расширяться не будет. Науку будет мало давать. Не, наука мне нужна сейчас. Наука мне сейчас... Нужна! Так, всё. Тут у нас рабочая лодка. Когда расширение через восемь ходов. Жесть! Долго! Дролго тут всё это будет развиваться. Так, молоточки давай. Всё равно одиннадцать, да? Ну ладно, чё, ждём. Пока тут... У меня эти ребята всё построят. Вот здесь можно будет, кстати, ещё великого построить мэна. И вот здесь. Да, вот этот мэн мне всё портит своей Венецией. Не ожидал, что она так будет жёстко напрягать. Конечно, прикалывает, что гипотетически у неё... Ну, она не очень быстро может армию строить. Но... Точнее, строит она их быстро, но всего одним городом. Правда, не знаю, может она ещё кого-то из городов-государств себе прицапала. Так, любопытно. Смотрите-ка. Слушайте, а это же... Кстати, они ещё и свою религию нещадно далеко распространили. Так, слоновая кость, лошади. Может купить их? Купить их полностью. У них союзников нет. Торговый, да? Повышает настроение. Ну, настроение у меня сейчас и так нормально. Лошади. Не, мне лошади не нужны пока что. Ладно, строим кораблик. Ждём банковское дело. Потом будем строить к темпу краши технологии. Неплохо, кстати. Ну, у меня, правда, воровать, наверное, нечего. А вот банк построить был бы неплохо. Так, всё, эти уже союзники... Конечно, не хочу. Ты что, прикалываешься, что ли? Я вам помог разок? Теперь у меня нет в этом смысла. Так, 18 ходов, да? Мне бы побольше культуры бы. О, мы уже больше и не друзья. Зато они не советники. Не союзники, точнее. Так. Благовония. А, он мне их вернул. Чё ты мне можешь предложить за ним? Железо своё? Да нафиг, я не вычиню тебя из железа. Пур тенто тенто. О, смотрите. Он готов платить неплохо. За благовония. Давай семёрку и согласимся. Ладно, давай всё своё золото и... Плати мне ещё шестёрку. Кажется, у меня благовония это хорошая тема. Но он всё равно города не может расширять. Так, ладно. Пусть будет так. Он мне золото дал. Теперь у меня ещё больше будет приход. Да какого лешего? Опять у меня недовольны. С чего вдруг-то? Благовония слов... А, всё, я понял, да. Это за этих. Нужно им подарок сделать. 250. Вытякать. Всё, довольны теперь. Благодаря чему? Благодаря чему? Благодаря чему, кстати? Эээ? Почему он здесь не пишет? А, просто, видите, он просто даёт плюс 3. Просто так. Даже без фарфора и серебра. Просто так посылает. Круто. Я думал, он только за это даёт. За свой уникальный. Да, смотрите, прикольно. Я завишу, оказывается, от дружбы с этим меном. А сколько мне до союзников? Ещё 12 надо. Ну, ладно. Пока не к спеху. Но вообще мне, конечно, нужно тут. Вау! Стоп, погодите. Стоп, стоп, стоп. А, нет, всё правильно, всё правильно. Я думал, это принадлежит уже венец. Так, ну чё у нас тут? Храм строится. Тут у нас библиотека. Больше науки. Всё хорошо. Так, работники трудятся. Чё вы тут делаете? А чё у нас? А, кстати, да, кстати, у нас ещё цитрусовые появятся для торговли. В принципе, вот тут ещё, по идее, появятся цитрусовые для торговли. Ещё одна плантация. Ещё один молоточек. Весьма и весьма кстати. Это кто такие? Так. Воу! Голод? Что? Какой он, какой голод, вы о чём? Ёшкин как лёшкин. Чё это вдруг тут начался голод? Всё же хорошо было. Видимо, он не может... А! Подождите. Да нет, торговый маршрут есть. Всё, он там возит. Нет, стоп, не возит. Понятно. Видите, как зависит этот город-то, оказывается. Так, давай, вози туда пищу. Дабы там люди с голоду не умирали. Всё, он ещё и расширяться будет. Слушайте, надо что-то с этим делать. У них явно проблемы с едой. Ну как, хотя, в принципе, им надо расшириться только. И я смогу вот эти вот рыбки, и вот эти рыбки, да. Это он сейчас голод. Потом тут расширится, тут, тут, тут. В общем, мне тут надо строить... Маяк. И что-то с культурой связано. У меня пока с культурой связано ещё. А, вот это могу национальный эпос тут построить. Ну, правда, высектовение тут великих людей мне не очень-то в тему будет. Мне очень-то в тему. А вот ещё одни благовония. Два благовония. Ну да, всё правильно. Погнали дальше. Раз, два, три. Раз, два, три. Тут уже без прохода не проплывёшь. Мой милый Антонарий Виск. Не хотел подписывать ещё какие-то условия мне предлагал хулиган. Расплатись. Ладно, надо тем временем исследовать более-менее карту. Пока я ни с кем не воюю. Да и вроде корабль будет неплохой. Смогу тут хоть как-то вот в обход всяким хулиганам проплывать. Громотии мир. Мы, наверное, на последнем месте. Да, 27 у нас открытий. Против 33. Ну, это, в принципе, понятно. Если бы вот этот гад у нас не забрал бы все великие... Все великие чудеса. Ну да, надо маяк строить. Хочется, конечно, построить университет. Но нам нужен маяк в этом городе. Ладно, мы потом бустанём. Я... I hope, как говорится. I hope. Так, всё. Здесь у нас университет. Значит, у нас уже 94, да, идёт. Это нормально. Это нормально. Тут 14 хадов, тут 4 осталось. О, и кажется, кто-то хочет открытые границы. Что? Э? Нет, он хочет мне их предложить в обмен на цитрусовые. Мэн, ты чё, прикалываешься, что ли? Да ты шутник, я смотрю. Шутнидзе. Лё, шутнидзе. Ле минюр де фижюр. Так, здесь у нас всё чики-пуки. Яблочки возятся. Тут всё торгуется. Ну чё, когда вы там обратитесь в истинную веру? Какой у нас там? Да, сизм, по-моему. Так, 3 и 9, да? Так, Педру. Вот чё мне нравится с... Ёшкинка, Клюшкин. Опять у меня чё-то недовольно. Почему? Видимо, растёт количество людей в городах. Да, мы уже этих компьютерных догнали, ботов. И поэтому нам бы, конечно, вот с этим бы подружиться. Но, видите, они никак. Никак-никак. А здесь чё у нас? Дружба. Сколько будет стоить? А! Ёшкинка, Клюшкин. Здесь, по-моему, как раз за монетки можно было. А теперь уже нельзя. Все, Гоша. Ну, пустил ты возможность. Упустил. А тут сколько надо до дружбы? Надо чуть-чуть, по-моему. Эээ, господи, ты где это? А вот, 16 надо. Ой, тихо-тихо. Пообещать защиту у меня нет. Господи, почему у меня нет? Подарки. 15, а тут нужно... 16, да? Ёшкинка, Клюшкин. Опять я недовольный. Опять живём в недовольстве. Недовольствие. Ну, ничего. Всему своё время. Всему своё время. Ну, вообще, это серьёзная штука. В этом мире надо насти... Хочет мне дружбу предложить. Ну, ладно, давай сотрудничать. Они все такие добрые, пока интересы их никакие не пересекаются. Надо вот здесь строить город. Нам нужно серебро. Да, понятно. Мы тут втроём тащим, нагибаем. Это всё понятно. Мне главное, чтобы вы там войну какую-нибудь затеяли друг с другом. И будем дружить дальше. Так, а тем временем... Надеюсь, всё-таки защита от дружбы принесёт мне плоды какие-то. Так, мне нужен ваш фарфор. Мои сладенькие. Нужен ваш фарфор. Иначе я даже не знаю, что мне тут делать. Да не только фарфор. Мне ещё серебро ваше нужно. Да, дорого мне обойдётся ваша дружба. Но куда-то надо использовать своё золото. Захватить бы вас. Вот что я вам скажу. Надо вас захватить. По-любому. Раз, два, три. Даже просто снести ваш город уже было бы неплохо. Ну, в принципе, я могу какое-то время тут его не сносить. У них и маяк там есть и прочее. Да, надо готовиться к войне. Как ни странно. Как ни странно, надо готовиться к войне. Город будет взять тяжело. У них и стены, и всё там есть, но... Как ты меня отблагодаришь, дружок? Ну, ладно. Не могу отказать, когда просит. Не могу отказать. Я такой добрый. Так, ладно. У нас есть то, что ему нужно. Надеюсь, он запомнит. Так, три хода, и мы своруем что-то. Так, корабль должен быть готов. Ну, что вы тут собираетесь? Ширяться. Один ход, да, остался. Отлично. Да, один... Что? Нет, ты должен... Ах! Глупости. Глупости. Ты должен туда расширяться. Ты же так планировал туда расшириться. Господи, как у них всё сложно. Купить бы, конечно. Но, ёшкин-каклюшкин. Золото ценно. Ладно, давай, каравелла. Начинай разведку. Так. А ты давай строй армию. Надо, конечно, казармом построить, чтобы у нас опытные были бойцы. Чем будем брать-то? Лучниками. Раз, два. Да, вот тут размещу их повсюду. Четыре лучника. Два отряда ближнего боя нужно. У меня вообще военные отряды не к чёрту просто. Так. Вот это открыть. Литьё надо открыть. Производительность. Да, я не готов с ними воевать-то. Но в перспективу надо будет с ними потолковать. А пока надо готовиться к этому толкованию. Армию, если позволить, пока не могу. Но вот казармы нам бы ещё рабочую лодку туда наверх бы послать. А, слушайте, она будет вот так всё оплывать, получается. Ну да, всё правильно. Так должно быть. Трак и дралженро брыть. Так. А, каравелла-то должна прикрывать. Да, давайте построим всё-таки казарму. Думаю, в перспективу будем платить золотую одну. Так. Всё, банковское дело. Запретный город. Ешь хинька-глишки. Я не могу его построить, потому что у меня нет меценатства. Меценатство у меня будет только через 10 ходов. Хулиганство-хулиганство. Это ваше меценатство. Ещё непонятно, сколько мир тут большой. Мне кажется, мы вот только одну четвёртую сейчас пока открыли. Может и нет. Да не, наверное, где-то одну третью. Всё, банковское дело. Венеция. Всемирный конгресс основан. Фига ж, сколько у тебя меди. Давай, согласен. Мне как раз нужно хорошее настроение. Воу. У тебя честь. Так. Давай посмотрим, где ты находишься. О, с нами ещё Ганди играет. Чё предложишь? Это всё ерунда, мэн. Это всё ерунда. Ой, зулусы. Чё предложишь? Ничего. Так, принят посольство. Короли в Англии. Так, железо, ты, наверное... Ладно, потом мы с тобой ещё поторгуем. Мне железо нужно. Луны. Успокойся. С этим согласен лошади мне отдать. Золото платить. Не, мэн. Я пока не согласен. Так, делегаты. За другие державы. Приём Конгресса. Давайте посмотрим. Первый совет, да? Так. Воу. А почему это я располагаю голосом? А, ну правильно, как и все. Как и все по одному голосу. Смотрите, нет, ещё не построили. Запрещён этот храм. Принять резолюции. А? Подождите. Возможные. Ну, я понимаю, что никто не согласится. Страна, почему я предлагаю резолюцию? Мать, одну я предлагаю, а другую они. Так. И у нас не хватает шпионов. Ну, давайте посмотрим. Кто был бы рад. Субсидировать искусство. Будут благодарны. Индии, Англии, Индерланды. Надо посмотреть. Кто да чё да как вообще. Так, Венеция. У нас, кстати, не такой плохой счёт. 400. То есть мы хорошо идём пока. Так, Аравия. Можно как-то по счёту распределить? Нет. Аравия. Где-то тут, я помню, можно было глянуть, кто как относится. Глобальная политика. Так, глобальная политика, друзья. Сирия. Набожность меценатства. Александра есть. Да. Смотрите, ведь только Александр может построить. А он, ну, он так себе более-менее развит. Чеченицы владеют, смотрите. Вот это вообще, чем только не владеет. А Александрия. У этого ничего нет. Понятно. Гуны тоже бесполезны. Короче, надо дружить с Аравией. Также. С Аравией. Надо понять, кто враждует вообще с вот этими хулиганами. Венеция. Все в новом времени, да, уже. Кроме вот этого, в средневековье ещё застрял. Можно с ним вообще не иметь никаких дел. Хотя он пирамиду только и колс успел построить. Ганди. Друзья с Венецией, да? С Ассирией. Так, ну ладно, с Ганди бы я подружился. Набужность. Так, посмотрим, что Ганди хочет. Субсидирует искусство. Ускоряет появление великих писателей. Не-е-е. Замедляет появление великих писателей, художников и музыкантов. Индия. Рассердится. Видите, никто не порадуется, но рассердится. Сейчас мировая религия, выставка, культура возрастёт, стажировки, которые уже хотя бы... О, вот это хорошо, кстати, смотрите. Мне бы пригодилась бы научная стажировка. Налог на регулярную армию. Эмбарго для этих. Налог на регулярную армию. Злусы, Ассирия, Гуны. Ну, я вообще, как бы, Зулусы, Мигуны меня вообще не парят. Ассирия более-менее сильный. Но, вот это неплохо бы, с учётом того, что у меня армии-то сильной нет. Я могу копить деньги, а потом в нужный момент их использовать, чтобы создать сильную армию. Мне хватит. То есть, ну, хорошо для тех, кто регулярную армию не имеет, как я, например. Весьма будет обременительно для тех, кто имеет. Так что налог на регулярную армию хорошо бы сделать. Конечно, мировую религию я бы хотел свою пропихнуть. Но, к сожалению, это невозможно. Скорее всего, этот будет пытаться её пропихнуть. Вот. Ну, ладно. Давайте пока тогда налог попробуем ввести. Многие рассердятся, но... Рассердятся, но, скорее всего, даже и не примут. А вот это я бы хотел бы. О, смотрите, они рассердятся, ничего же все. Да, но тут больше нечего принимать-то. Давайте вот это возьмём. Налог на регулярную армию. Забавно, что мне дали. Я что-то не совсем понимаю, почему. Но почему-то... А, там, наверное, как-то, может быть, по культуре смотрят. Я не знаю. Как-то... Какая-то должна быть так. Внести предложение. Да. Отлично. Что исследовать дальше? Литьё, конечно. Гадалки не ходи. И тут ещё один ход, и мы что-то сейчас можем купить, да? Например, акустику. Было бы неплохо купить. Так. И здесь надо банки строить. Ой, как дорого банки-то стоят. Просто, мама, не горюй. Просто, мама, не горюй. Банки стоят дорого. Ну и денег дают немало, стоит заметить. Денег дают немало. Но пусть пока уже там в пути будет исследоваться по-тю-тють. Да уж, да уж. Так, здесь у нас Лондон с Великой Стеной. Не, мэн, я не согласен. Тебе нечего мне предложить. Вот, кстати, дыли. Э, что? Давай, я же тебя ворую технологии. Конечно, я не против. Так, нет. Тебе нечего мне предложить. Да, да, это понятно. Очень жаль, что я тебя рассердил. Все дела. Платить мне за открытые границы? Ну, давай его тякать. Смотрите, согласны. Прикольно. У меня, видимо, ценный тут проход. Еще третий должен быть недовольный из-за силы. Так, смотрите. Ой. Что-то я не понимаю, как так? И... А, это не Великая Стена, Гошан. Это просто граница. Господи. Великая Стена у Дели. Ну, с Дели мне надо дружить, как ни странно. У них тоже, кстати, своя религия. Небось, такие они тут. У нас нет спорных границ. Да, опасные мэн это. Ладно, что исследовать-то будем? Что-нибудь подороже, Гошан. Что-нибудь подороже. Хотя, вот, на самом деле, морской порт, смотрите. В морских клетках. Да, это производство кораблей. Это, конечно, крутая штука. Акустику, смотрите, у него еще не открыто. Любопытно. Не ожидал. Так, ну... Как по мне, это самая дорогая технология. 14 она стоит. Давайте, конечно, навигацию возьмем. На этой карте она мне пригодится. Очень сильно. Так. Кто-то тут готовит заговор против тебя, ман. В городе Венеции спецагент обнаружил, что Энрик тайно готовит заговор. Вильгельм. Это, по-моему, Нидерланды, да? Так, любопытно. А что у вас есть? Какой у вас счет? Нидерланды. 378. Ну, вы не очень сильны. Мне выгодно, чтобы вы были сильны, на самом деле. Так. Мне выгодно, чтобы вы были сильны. Нише, что у вас будет значение. Я не хочу быть сильны. Да, надо дать ему узнать, что он в опасности. Медерум, гегрут. Так, поделиться информацией. И сегодня он нам благодарен. Так, теперь он служит подготовиться к любым действиям. Отлично. Этого мы усилили. И надо придумать, что самому терять. Ооо, что открывать? Конечно же, вырубку красного дерева, который мне будет давать больше золота. Что весьма уместно. Ну и, конечно, летельный завод. Мама, не горюй. Нужны мастерские во всех городах. Это вообще жесть. Но это правда. Давайте вот здесь начнем мастерскую строить. Нам это очень понадобится. Конечно, придется поджертвовать наукой. Очень сильно причем. Но чем скорее она построится, тем лучше. Я так скажу. И нам еще нужно меценатство открыть. Господи, один сходов. Может быть, мы успеем. Но к тому времени было бы круто подготовить тут максимально производительность в городе. Как вы понимаете. Меценатство я 100% буду открывать. Если, конечно, это тут... Слушайте, нам бы, конечно, посмотреть бы. Не строит ли Греция там эту тему. Когда у нас там совет-то будет? Я забыл, где это. Шпионаж. Эта оферта не будет влажна за много времени. Пинксеги. Ээээ... Нет. Ха-ха. Вот такие дела, мэн. Просто нет. Ээээ... Кстати, давайте. Двоечку будешь платить. Отлично. Видите, они мне платят за открытые границы? Это же прекрасно. Просто прекрасно. Не, мэн. Так не пойдет. Так не пойдет. Ээээ... Что у нас тут? В вашем городе появилась религия? Что? Может быть, моя? Так, жителей Виттенберга. Отлично. Что-то там много чего произошло, я смотрю. Мы обнаружили Виттенберг. Кстати, он уже обращен. Он религиозный. Державался с большим ростом культуры. Видите, они нас поздно обнаружили. Поэтому мы вряд ли догоним. Но у нас, я думаю, были бы неплохие шансы по обещаемому защиту. Так. Лагерь варваров. Это... Это ладно. Так. Так. Больше культуры. Индия объявила, что от нее будет защищать. Ну, это понятно. Она давно объявила. Так. Принял религию. Мою, конечно же. Отлично. Отлично. Так. А нам надо... А, видите, мы уже, собственно... Мы уже, собственно, тут... Мы же свою религию усилили, получается. Так же. Основная церковная десятина к росту. Да. Точно. Дальше она распространяется. Нам надо где-то тут... Ох. Смотрите, он Монако себе забрал. При 48 напряжении. Просто жесть. Великий храм у него, конечно, есть. Так. А нам надо куда-нибудь... О, смотрите. У них нет никакой религии. Было бы весьма уместно к ним туда приплыть. Скажем так. Было бы весьма уместно к ним туда умудриться доплыть. С учетом варваров и прочей мракобесной темы. Но. Если мы туда доплывем, мы сможем распространить эту свою религию. Она будет... В сайте, кстати, видите. У них тут тоже напряжение растет. Причем вот от этих ребят. Из Монако. Да, любопытно. У них, видите, тут ценный город. Государство. Вообще, за венец очень интересно играть. Это, по-моему, в New Brave World появилось. Если я не путаю. Очень крутая штука. Так. Все. У нас тут религия. Это значит, что мы получаем плюшки от нее. Значит, что у нас больше будет расти и больше золота будет давать. А сколько у нас тут религиозных? Четыре, да? Ну, одно золото будет давать. Тоже неплохо. Так. Рыба все никак не дойдет. Я смотрю. Нужно тут еще один сходов. Одиннадцать сходов тут нужно еще. Так. Если здесь тюрема покалеченная, скорее всего, там нет никаких уже этих самых. И это хорошо. Так. А тут у нас надо построить... Ну, мастерская. Это было бы очень круто. Но нам бы еще и храм бы построить. Было бы весьма уместно. Кстати, слушайте. Мы же можем теперь покупать. Также. Копить на Великого Пророка. Нет. Напомнить позже. Зачем я его купил, вообще непонятно. Походу, Великий Храм я могу теперь построить. Ешкинка Клюшкин. Так, а у нас тут будет через десять ходов, да, уже? Ну, Великий Храм это, конечно, круто. Больше веры, все дела. А сколько тут стоит... Штёп, штёп, штёп. Кстати, до сих пор не могу. Что-то я не понимаю. Также позвали. Начинаю с новейшего времени. А, погодите. А я еще не в новейшем времени? Где я? Где я? Подскажите мне. Новое время. А, новейшее время, это понятно. Это в следующий, короче, раз будет. Ладно, тогда пока тут нечего спешить с Верой. Но скопить было бы ее весьма неплохо. Надо мастерскую построить, чтобы там эффективнее все производилось. Но вообще, в какие мы там супер чудеса-то планируем выйти? Экономика, это все понятно. Так, Ремитаж, Сесевская капелла. Так, тоже было бы неплохо. Чтобы у нас культура развивалась. Мама, не горюй. Так, и здесь дорога ускоряет движение. Это все понятно. Арбалетчик, Пизанская башня. Да, мне бы хорошо было бы построить чудеса света. Конечно же. Для этого тут было бы великолепно разместить мастерскую. В принципе, если я тут мастерскую построю, я потом и все остальное смогу построить быстрее, правильно? И библиотеку. Ну, в общем, все-все-все. Так же, давайте вот так поступим. Да, видите, я никак не могу это ускорить, к сожалению. Никак. Тем более, тут культурного роста не хватает. Библиотека его не дает. Че мне вообще дает культурный рост? Пока ничего. Надо этого открывать там. Акустику сначала. Город принял новую религию. Все, отлично. Кто-то мне сейчас будет, наверное, предлагать снова открыть свои границы. Так, а мы тем временем должны умудриться сюда приплыть, при этом не потеряв своего пророка. Это же было бы весьма... Да не, мэн, зачем мне это надо? У тебя тысяча кораблей, тебе нужно приплывать через мои границы. Наверное. Или не нужно, я даже не знаю. Так, слушайте, а мы больше не союзники с этим. Зачем мне это надо, мэн? Ха, спроси себя об этом. Зачем мне надо драгоценные цитрусы раздавать? Воу, 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 полегче, полегче. Так. Эм... Ну чё? Дружок, строй мастерскую. Других вариантов у тебя нет. 11 ходов, 12 ходов. Раз через 5, раз через 6. Давай вот так. А то вам всем нужен хороший настройник, я посмотрю. Так, давай. Это... Разведку осуществляй, не стесняйся. Так, следующий ход. Делида, значит. Ну с тобой чё воевать? Ты, наверное, союзник... Нет, смотрите, он даже не союзник этого. Не союзник Индии. Они с афинами тут, видите, враждуют. Причём у них разные религии. Тут у них свой замес. У меня, видите, как-то сложилось, что особо-то нет никого рядом. Да не, чё мне тебя усилить, друг? А хотя вот... Ну вот Лондон бы я ещё усилил бы. Как ни странно. Лондон бы я усилил. Сколько у них там англичан-то? А-а-а... Бум-бум-бум-бум-бум. 434. Не так-то и плохо. Вот бы Венецию захватить. Торговля. Чё при... А, я уже тебе, да? Чё-то... Ага, с этим они всё уже где-то раздобыли, чё хотели. Чё ты интересен в трейд-агреемент с Ингландой? Чё ты интересен в трейд-агреемент с Ингландой? Слушай, я тебя поставляю, что ли, уже? Я чё-то забыл. Симпатичная. Симпатичные тут вообще все женщины. По-своему, интересные. Так, Мумбаи. Ну чё, Мэн, доплывёшь? Как-нибудь. Тоже постарайся. Не знаю, могу ли я вообще в открытой... А, могу вроде. В море могу, по крайней мере. Главное, что у меня тут уже есть друзья, а ты должен с ними воевать. Я бы не хотел с ними ссориться. Когда ты меня позовёшь в какую-нибудь авантюру. Так, ну чё там? Восемь ходов осталось. Семь даже уже, фактически. Больше не союзники. Теряем влияние. Нам бы не хотелось его потерять окончательно. Ну чё, Мэн сможет доплыть? Ведь он так далеко не может планировать. Или может? Я даже не знаю. Бам. Я вот не помню, сколько он. Три может раза или сколько? Свою веру распространять. Влияние снизилось. Дружба? Нет, дружба нам нужна. Мы ещё оплатим. Ну всё, наконец-то. У меня сейчас золотишко ещё будут джунгли давать. Мало джунглей, к сожалению. Мне тут дали. Видите, особо бонус свой не могу реализовать. Но ничего не поделаешь. Та-дам! Больше еды. Больше еды, господи. Так, 10, 12, да? Всё равно, ведь он хочет тут добывать. Ну и правильно, в принципе-то чё. Почему бы и нет? Ёлы-палы. Литийный завод плюс 8. Мне бы очень пригодилось бы. Очень пригодилось бы мне это. Я думаю, что я имею в виду что у вас многое вбузы. Не, мэн, ну... Я даже не знаю. Я не против тебя укрепить, в принципе. Но... Мне, как бы, и золото тоже нужно. Открытый границ можешь себе оставить. Я думаю, что я имею в виду что у вас многое вбузы. Да, да, вот так нормально. Давай. Это, конечно, смешно. Семёрку. Это так мало. Но мне надо его усилить. Мне надо его усилить. Ну и плюс денежки не помешают. Мирно так. Мне нужны союзники. Кого? А кто такой Чака? Я что-то забыл. Чака, Чака, Чака. Это какой-то бесполезный мэн. Но что он будет с ним делать? Он просто его города разрушит. Правильно. По сути, если я вяжу с ним войну, то... Чака. Кто такой Чака? Наверное, какой-то бесполезный мэн. Но я не полуродичь, если они войну начнут. Тем более, этот город свой не может расширить. Так. Десять ходов на подготовку. Ну давайте, ладно. Посмотрим, что за Чака. Если что, откажемся. Это не вот это случайно. Кто там Чака? Юшкин как Люшкин. Да, так и знал-то. Зулусы. Но они и так никчемные. А где они, кстати? Что-то я не вижу. У меня что, посольства что ли у них нет? Жилючие, где вы? А, так. Зулусы. Нет. Слушайте, а где же вы находитесь-то? Встретили Женеву. Прекрасно, прекрасно. Просто великолепно. Так. Союзники у вас есть. Религиозные. Да, даешь, значит, веру. За дружбу. Где Зулусы-то? Вы Зулусы? Ой. Не, слушайте. Тут моя религия будет. Не, я, наверное, не пойду на них войну. Разумеется же. Нотр-Дам. Нотр-Дам есть у кого-нибудь уже? Давайте взглянем. Великая мечеть. В сути нет. У этого нет Нотр-Дама. Любопытно. Вау, да ладно. Неужели не занято? Это очень хорошо. Меценатство по-прежнему только у одного открыто. А что там надо, чтобы Нотр-Дам открыть? Давайте взглянем. Нотр-Дам. Ничего не надо. Больше настроения и очков веры. И великий торговец. Класс. Ну, акустика подождет, значит. Мне все равно сейчас нужны эти... Слушайте, а вам нужно железо? Нет, смотрите, им даже железо не нужно. Для осады. Я бы взял Нотр-Дам, кстати. Вот вообще бы не отказался от него. Вот вообще бы от него не отказался. Как у нас тут воруется? 12 ходов еще. Женела. Объединили защитники. Так, ладно. Все, почти достроили мы, наконец. Мастерскую. И у нас осталось еще всего лишь-то 5 ходов, фактически. Чтобы начать изучать меценатство. И мы сможем, наконец, строить защитный... Этот тайный город. Или как там он называется? Господи, конечно, как он называется? Погнали быстрее! Как он называется? Он называется... Он называется запретный город. И он нам даст два голоса. Да, я же забыл посмотреть Сибирный Конгресс. Что-то как-то. Мировая религия, смотрите, видите. Вот если он тут это дело примет, будет весьма и весьма противоречиво для меня. Конечно, я буду против. Но с кем... Я не могу даже ни с кем, собственно, на эту тему рассуждать. Вот эти наверняка примут, правильно? А, смотрите, у них другая религия. Значит, не примут. И эти не примут. Может быть, кто-то будет против этого. Вот эти не примут, конечно же. Забавно. Ладно, посмотрим. Это будет любопытно, я вам скажу. Так, а здесь у нас тем временем, что? Осталось 5 ходов, да? Нотердам еще не изучился. Ну, можно и великий храм построить, в принципе. Так же. Чтобы больше было веры, больше распространения нашей религии. Хотя бы в рамках нашего города. Так же. Вообще, можно его где-то в другом месте построить. Нельзя забывать об этой возможности. Потому что, по факту, он ничего не дает. Видите? То есть, он дает веру. Ну, и что? Вера, где бы она ни давалась, она нам хорошо идет. А тут, ну, в принципе, удваивает. Это значит, что он сколько? Подождите, вы хотите сказать, что он будет 72? Ну, тут же тоже есть. А тут 42. Странно, я вам заметить должен. У нас национальный колледж есть. А, у нас Тон Хэндж еще восьмерку дает. Точно-точно. Ну, ладно, что? Неплохо было бы его построить. Скажу вам. Весьма неплохо. Весьма неплохо. Мы, кстати, можем быстрее, по идее, с Даза 4 хода открыть. У нас опять недовольные. Ёшкин как Люшкин. Ёшкин как Люшкин. Опять у нас люди недовольны. Так, сколько нужно-то тут? Господи, ты просто меня замучил. Давай опять дружить. Все, это, наверное, последний раз. Снова он мне дает хорошее настроение. И если я храм построю, он скорее тут весь станет в напряжении и обретет истинную веру. Нашу. Так, этот мэн еще плывет, как я понимаю. Но он почти доплыл. Мне главное высадиться. А там уж я в безопасности буду, как понимаю. Так, друг. Друг. Отлично. Троечку нам дает. И что еще-то? Когда будет воровство? 11 ходов даем. Все, отлично. Ладно. 7 ходов. Нотр-Дам. Здесь у нас 6 ходов. Я думаю, я все-таки дострою сначала. А потом уже... Я же, кстати, могу ускорить, по идее, все это дело. Но я не знаю. Вот строит этот. Будет очень, очень плохо, если построит... Как же его? Греция. Мне бы этого очень не хотелось, я вам скажу. А слушайте, я могу посмотреть, кстати. Запретный город. Да вроде не строит. Так, так. Вроде не строит. Но он бы наверняка же в столице бы его начал строить, я так понимаю. Это не запретный город. Может, он как-то выглядит, а я путаю, типа, знаете. Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Не, ну он явно как-то так выглядит сурово. Так же. Не знаю, может, у него даже банковское дело еще не открыто. Скорее всего, он по воде пошел так же. Банковское дело, да, это в новом времени довольно серьезная технология. Но, не знаю. Мне кажется, пару ходов тут мало чего изменит. А мне хорошее настроение тут нужно будет обязательно. Вы понимаете? Просто обязательно. Да. Так точно. Так. То. Ч. Н. О. Достроим эту. Эту мы через 4 хода откроем. Откроем меценатство. Кстати, да, нам уже пора начинать это дело мутить, фрутить. Конечно, вот это было бы неплохо еще открыть. Но нам слишком это сейчас нужно. Понимаете? Вот. Ну и плюс влияние будет снижаться. Я потом всех покупать начну. Что тоже весьма уместно. Так. А. Слушайте. Ёшкин как Лёшкин. Мы наконец сможем топорики возить. Например, в Сальвадор. Эти сами себя уже прокармливают. Давайте начнем топорики возить. Ах, Ёшкин Матрёшкин. Нам бы в столицу еще топорики возить. Кстати. Кстати. Да? Было бы весьма, весьма уместно. Сначала нужно, конечно, тут достроить, чтобы они хоть что-то производить могли. Сколько им ходов-то вообще надо, чтобы караван построить? Шесть, да? Шесть ходов. Это значит, я быстрее смогу тут строить. Ну да, так даже эффективнее будет по факту. Я построю тут караван. Тут караван. Так. Я не буду топорики сюда в Риот Дженейро. Стоп. Стоп, стоп, стоп. Гошан, типом для этого нужен как раз мастерская. Позволяет перевозить. Фух. Я чуть не оплошал. Да, сначала надо построить тут. Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Мастерскую. И только затем можно будет перевозить молоточки из этих городов. Да, вообще будет отлично. Слушайте, у меня будет довольно производительный город-то, кстати, столица. Эти тут будут возить молоточки сюда. Золота у меня хватает, я могу без торговли обходиться. Здесь будет много... Блин. Я не успел, ребят. Я не успел. Это проблема, я вам скажу. Это проблема. Ну, зато тут православие. Чешкин как Люшкин. Рыжатый виноват! Рыжатый виноват! Классно! Интересно играть, когда Венеция на карте, надо заметить. Все намного сложнее становится. Так. Ну, что у нас тут? Этот уже, я смотрю, тебя заразил, да, своей... Глупой религии. Сколько раз ты можешь обращать-то? Сколько раз, сынок, ты можешь обращать? Ну, конечно, можно вот этого обратить. Хотя, я думаю, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну да, он, наверное, сюда и так не дойдет. Так что нет смысла его. Можем здесь обратить так же. Кого-нибудь тут еще обратить, чтобы он куда-нибудь туда распространялся. И тут какой-нибудь... Ну, посмотрим, в общем, посмотрим. Он еще аннигилирует полностью религию другого города. Так что, наверное, все-таки выгоднее его тут обращать. А вот на это можно вообще пока оставить. Хотя он, кстати, уже четырех последователей взял. Афины. Нравижу вас! Глупая Афина. Ладно. Ничего, мы через лет двести тут очень хорошо навернем. Когда все это производство наладим. Мы пострадали за счет этих двух городов. Но, я думаю, это все дело с лихвой себя окупит. С лихвой себя окупит. Ну, конечно, надо вот это... Надо вот это, кстати, участок купить. Обязательно. Он нам очень нужен. Сейчас. Блям-блям-блям-блям-блям-блям-блям-блям. Потому что, если он сейчас сюда расширится, я уже потом не получу. А я не могу. Да, потому что сейчас не мой ход. Да, надо его купить. Отлично. Так. Ну, ладно, все равно поспешим тут с производством. Как ни крути. Потом построим... Требушер. И начнем Ноттердам строить. Наверное. Не знаю. Может быть, надо раньше его начать строить. Посмотрим. Чтобы успеть. Восьмерка это вообще прилично, да. Но лучше не рисковать. Лучше сразу Ноттердам влепить. Когда у нас тут закончится? Через семь ходов. Да, мы его направим туда, торговца, и он будет сюда поставлять. Так, отлично. А здесь у нас, мэн, давай топай потихоньку. Во, вот это хорошо. Вот это можно обратить. Весьма и весьма. Так. Так, я вот не помню, сколько ты можешь раз. А, до трех. Отлично. Давай с тебя на... Хотя город-то, кстати, небольшой, да. Тут четыре последователя, тут три. Наверное, все-таки лучше вот этот город сначала обратить. Бам! Да здравствуй, да, Сизм. Да, шикарно. Так. Конечно, можно было бы его еще использовать там для очков веры. И тут построить какой-нибудь, не знаю, ну, где-нибудь тут в пустыне, например. Ну, это еще все успеется, я так думаю. А вот веру распространить пораньше было бы весьма кстати. Чтобы пока время шло, тут все по чуть-чуть, по чуть-чуть доросло. По чуть-чуть, по чуть-чуть доросло. Ну, че ж тут у меня постоянно безработный горожанин-то? Лентяи! Прохлаждаются тут. Без толку. Так. Здесь мы можем тоже искоренить. Но столицу было бы, конечно, весьма, весьма-весьма уместно занять. Так. Мы встретили Сымаркан! Ты господи, что вы можете? Покажите, какие вы вообще. Ага. Они хотят, чтобы вы поддержали им, подарив юнита. И еще можно их... О, у них алмазы есть. Весьма кстати. Но для этого надо быть их союзником, да, торговой и враждебной. Чего же они все враждебные-то такие? Ну, я бы купил бы, конечно, но пока мне надо еще золотишко скопить. У тебя, кстати, тоже религии толком нет. Плюс 36 напряженности, просто дичь. У него так жестко распространяется. Ну, понятно, в принципе. Тут уже у нескольких городов есть, наверное, и вот тут то же самое. Так, ну, надо как-то здесь плюс 8. Здесь вообще, видите, даже не нарастает толком ничего. Ладно. Надо с ними торговать по морю. Так же. Из Рио-де-Жанейро. С этим городом. Надо для этого будет построить торговую точку. И надо будет еще построить новый доступ, чтобы нам дали. Новый торговый путь. Это у нас, это у нас, это у нас, это у нас. Да где же это у нас? Где-то было. Нескоро, походу. Ой, не скоро. Да, биологию надо открывать. Это новейшее время. Это не скоро. Но все-таки тут надо как-то распространиться. В какой-нибудь крупный город. Так, ладно. Следующий ход. 19 ходов, кстати, до Всемирного Конгресса. Еще время полно. Нотердам открыт. Воруем технологию через 7 ходов. Венеция с Амаркандом становится союзниками. Ёшкин как Лёшкин. Воу-воу-воу. А, они воюют друг с другом. Понятно. Не надо мне участвовать в этой войне. Не знаю, что Венеция вообще с кем-то воюет. На таких больших расстояниях. Мне не совсем это понятно. Крупный проект. Деньги им не помешают. Так, ну что ж. Вопрос в том, принимать ли мне меценатство в таком случае. Воу. Воу. Воу-воу. Мы открыли чудо света. Это не может не радовать. Так, ну что. 24, да. Ёшкин как Лёшкин. Так, надо что-то исследовать же. Так, Пизанская башня мне не помешает. Надо заметить. Театр Глобус уже построен. Давайте акустику откроем. Пойдём по вот этому пути. И общественный институт, да. Больше производства. Быстрее строится. Больше радости. А вот Золотой век бы нам не помешал. Что у нас не скоро будет. Аааа. Так. Весьма бы нам не помешал. Принятие ускоряет научное развитие на действие, если население... И позволяет Фаворскую фагорту строить. Так. А где она у нас эта? Фаворская когорта. По-моему, она уже построена где-то. Если я не заблуждаюсь. Давайте взглянем. А Фаворская когорта где-то у нас... Пу-пу-пу-пу-пум. У неё Фаворский маяк есть. Так. Так. Никто не построил ещё. А чё надо, чтобы построить её? Так. Фаворская когорта. Так, Гошан, тут всё проще делается. Так. Фо. Ой. Фо. Нет, подожди. Как она называется ещё раз? Бу-бу-бу-бум. Называется... Бу-бу-бу-бу-бум. Стоп, Гэти. Где это? А. Фар-ВО-РУ. Фар-Вор. Фар-ВО. Господи. Р-С-К-Я. Ещё раз. Фар-ВО-РУ-ВОЙ. Фар-ВО-РУ-ВОЙ. Фар-ВО... ровой фарвору вая наверно ой стоп тихо 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 не то нажал так еще разок принять погода давай погоду посмотрим так погода вот она к нет так стоп еще раз где у нас тут чудеса так на вот фарваровая а фарфоровая погода вообще там фарваровая на перевели требуется рядом с городом было построен появляется один великий ученый вау круто кстати круто круто еще нужно архитектура а для этого нужно банковское дело акустика у меня как раз кстати архитектура будет открыта следующий да слушайте неплохо было бы успеть но это еще 40 ходов да у меня 18 тут будет это 800 ну да 40 ходов я как раз успею тоже можно с этим обождать также а вот это увеличивает принятие социально при росте городов я не понимаю имеется ввиду при количестве городов или просто когда они растут типа меньше требуется у меня в принципе города быстро растут так что не помешает ну и конечно это тоже весьма было бы кстати также мне запретный город уже не так нужен а золота у недостаточно чтобы все эти города содержать также но вот тут вот великие ученые быстрее появляются но это все не к спеху вот это я каша открою ради десяти процентов увеличения но науки но мне вот это надо золотой век тарам карнавал на 10 лет как долго отлично но все-таки все-таки здесь у нас 40 ходов да все правильно рассчитано плюс 3 от золотого века правда еще так производство растет растет культура все растет короче все растет цветет ира и пахнет так тут мы чё-то где-то обнаружили вау круто вот повезло да что цырих хорош хочу цырих нормально да они тут устроились скажем так далеко каша от нас но все таки все таки все таки и тут у нас чего тут у нас чего тут у нас чего золотой век обнаружен цырих швибли дубли да нам надо распространить по этому острову свою религию желательно было бы очень это сделать как вы понимаете вот тут у нас уже по чуть чуть по чуть чуть тоже доползает здесь тоже распространение начнется но я не знаю можно столицу в принципе там уже и так пятерка и что он там нет ни в коем случае а вот этот город скорее всего будет захвачен а может и нет не знаю кстати меня уже скоро должны будут на войну вызвать но я конечно откажусь гадалки не ходи так здесь три станет до осизм это все каш круто в принципе можно вот тут распространиться посмотреть какое будет давление сейчас это 18 я просто не понимаю это из-за торгового пути наверное 36 просто огонь почему так сильно распространяется даже у меня тут сайте плюс 6 до плюс 12 в этом городе обалдеть вообще очень сильно распространяется его религия не совсем я понимаю почему так давайте взглянем мировой религии так католицизм а че я ни разу не могу посадить верование господи как все так католицизм так производство золото арбатская лодка религия распространяться в дружеские города походу в два раза быстрее да понятно хорошо они придумали хулиганисимусы миссионеров небось клепают один за другим ну я тут построю хочу тут потопать немного по городу исследовать его по городу по острову я имею ввиду но этот надо конечно занять так и не будет доминирующий обратите внимание но и зато его религия тоже исчезнет по идее так же до все правильно плюс 6 напряжу напряжение ну ладно надо еще где-то воткнуть где-нибудь я не знаю может быть вот тут то что тут уже 18 не знаю где-то надо использовать рационально ну и торговать конечно надо бы начать нам вот а для этого нам нужно ой слушайте нам бы еще арену построить маяк все пошло-поехало библиотеку да хорошо нам науки даст так арена нам даст настроение нам нужно настроение чтобы не зависеть ни от чего культура бы нам тоже не помешала конечно же но что-то у меня как там еще план был рынок а да библиотека чтобы национальный колледж построить по моему так я хотел сколько кстати теперь плюс 18 уже получше так и веры побольше летельный завод здесь конечно от 100 процентов строить гадалки не ходи и после этого мы сможем тут бустовать по полной а тут кстати к че о чем я мне нужен караван сто процентов да тут нужен караван и тут тоже нужен караван мхаха 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 а стоп подождите тут мне караван не нужен тут мне нужно тут мне нужен тут мне нужен грузовой корабль стоп стена и теперь грузовой корабль пять ходов да я смогу вот сюда какую-нибудь связь наладить с каким-то городом вот этим хоть они такие вроде бесполезные но зато религия надо чтоб у них тут распространялась мама не горюй как говорится тоже венецию поставлять религию я чувствую вообще бесполезно хотя бить и посульманство тут каким-то образом побеждает ведь из-за того что два торгов торговых пути а тут чё тут ничего то тоже ничего а у меня есть тут какая-нибудь тоже нет плюс 36 торговый путь напряжение швибли дубли дам эти две религии тут враждают и я только за теряем влияние скорее нам нужна радость в городе блин игра кэш засасывает ничего не скажешь ничего не скажешь все еще сделают то тут будет до сизм данная могу о подождите может распространять религию 2 почему не прежде я могу только еще один раз странно как один раз там один раз тут по идее вот здесь бы еще выбить то 8 человек живет был бы весьма уместно сеть страну не тут границы так рано заканчиваются это очень странно заметить с учетом тоже здесь столица забавно столица всего на 2 ты бред какой-то должна быть для этой причина может быть да нет любопытно посмотреть пирамиды сладкие пирамидки так союзники сырка это где вообще это пофига шан в капеллу где-то создали не мэн извини на эти акину маха маха да пожалуйста и что ты мне сделаешь что-то способен вообще воу я обалдел думал захватил моего этого самого сайте привел тут своих последователей хулиган миссионеров своих привел нам надо так отлично сменить родной город давай ка ты мэн топай в сальвадор он не дожди в сан паулу сан паулу да так ты давай добей этого гангстера гангста рэпа несуть удивительно вообще балди пирастка вижу столько времени прошло он до отсюда еще до сих пор не расширил границ может быть у нее тут много плюшек но просто странно как-то гашан там говорил в принципе тут я сам недавно так получил так мы на вы чё тут строить это а вырубку красного правильно правильно давайте нам золото нужно ведь троечку дает калах просто огонь мы будем очень богатыми так что да будем строить меценатство и захватывать все что только можно нам бы научную конечно революции неплохо было бы взять чтобы там один очень ценный штука открыть сами понимаете о два хода и мы сможем что-то воровать обожаю воровать так пизанскую башню жестко как что мне надоел мэн но зато печатный просвет я смогу своровать тоже есть свои плюсы да этот мэн все опаснее опаснее надо заметить сайте у него великий торговец появился значит он сейчас какой то город к себе присоединит возможно вот этот мне бы этого не хотелось кэш я вот воюю но все таки каравейл была обстреляна чё вы о чем вообще где на двадцатку причем 2 смотрите галеры хулигане тут по полной недалеко кстати от меня у да у нас тут соль есть ёшкинка клюшкин и слоны а слоны по у нас так есть то слоны у нас так есть но все-таки тут есть соль антресоль можно построить тут будет город кстати я раз два три я думал отказаться от этой идея сейчас я смотрю что в общем-то и дети не так плохо раз два то они уже сделали хотя бы яблочко да раз два три раз два три тут этот будет добывать тут здесь будет добывать вот тут вот влепить например раз два три суда дойдет до ли ну да надо в горы чтобы я мог чудо света построить хотя бы одно на продающего тут из из изведывать ну и в принципе тут тоже неплохое местечко но надо защищать защищать ну да в принципе я и соль не смогу добывать вот туда вот так вот расширится все надо подумать надо подумать ладно время покажет так давай-ка ты мин строй а вот эти дополнительный молоточек даст а это те даст мне даст в больше намного этих самых быстрее мы будем наконец-таки отстраиваться да в плане науки ну да надо арену конечно строить то у меня уже люди недовольны весьма так а ты давай в рио-де-жанейро поставляй молоточки уверен больше молоточков больше счастья так любопытно вы давайте как нибудь сюда доберитесь нам в этом весьма было бы кстати и вы давайте тоже в рио-де-жанейро молоточки поставлять класс ты давай тут плавая не погоди какой плавой убей просто его нафиг вообще-то они тут размножились хулиганы надо левелап тебе дать и чё еще то так два хода и так и так будет так что можно и науку себе поднять правильно же и на следующий ход мы сейчас воруем технологию так тут у нас о господи мои войны исследуют по-прежнему на маленьких берегах надо бы их усовершенствовать а то они только по мелководию могут плавать так ну не то что они помнаждены просто в пределы границы зайти и у них модификатор появится они смогут пересекать большие океаны и прочее зулус а чего этих не захватить я вот не понимаю никак так куда он поплыл я что-то упустил не дай бог ко мне вау стрелял меня сарите ой да у них тоже есть гляс с глясом тяжело воевать ладно отступаем отступаем воруем технологии печатный пресс конечно же да колосс халява и у нас появился походу новый мэн чё начнем то чем а новый проект тайна готовит заговор боя так давай-ка я тебе поделюсь информацией так отлично это все каш круто но мы пока не будем этим пользоваться так города корабли давай корабли конечно сейчас мы тебя полечим еще так и вы давайте там дальше воруйте чего говорите он там строит чем там говорите строит строит он так же махал 7 ходов обалдеть 70 у него продукция для этого ему нужно было огонь уже архитектура открыта господи мне надо еще акустику открыть походу будет проще если я просто сворую у него архитектуру раз быстрее получится да и по идее у него же давайте посмотрим дипломатия так набожность и традиция значит у него пока еще не открыто тема связана вот понятно не набожность поэтому не религия мега быстро распространяется так хочу вас тут 8 да тут 6 нормально лучше вот здесь конечно так высаживайся давай прекрасно просто великолепно ну значит он пока не сможет там погоду строить так новый договор венеции аравия я тоже хочу договор но потом когда погоду построю я хочу в науке тоже развиваться и по-быстрому здесь мне кажется нам поскорее построить арену воу-воу грузовой корабль полегче не балуй сначала мы его сюда перевезем так сменить город а потом мы его отправим распространять нашу религию куда надо а тут это самое оказывается ну лядя ну лядя выбрать проект производство мама не горюй как говорится ну банк наверно чё о зоопарк не может быть увеличить настроение на величину превышающую над понятно но все-таки неплохо все-таки неплохо да банк тоже на вообще будет в тему по моему арену тут страной успеть достроиться спешить мне пока некуда с великими людьми у меня там инженер вовсю пахает пашет старается догнать так все город стал кстати на 15 жителей в принципе ладно сойдет а мне пока нужен нужен банк чтобы было больше денег больше денег больше уважения ладно давай мэн строй банк будет намного больше золота намного намного выбрать проект вы молодцы тут все построили давайте ребятки клетки джунглями у нас тут раз два три до три клетки с джунглями принципе 1 2 но вы можете только 2 использовать поэтому большого смысла тут я не вижу ну хотя чего вы производите вроде так себе так себе вы производите но вот арену вы должны построить чтобы у меня настроение было мама не горюй о великий инженер пошел плюс 3 еще так но инженер понятно что еще откуда у вас еще взялся странно почему плюс 3 ячейка инженера один инженер 2 каждый что-то там а молодцы молодцы и молодцы правильно делаете правильно делаете так так и надо так 5 ходов так 5 ходов никакой разницы давай строю нам арену нужно догонять своих хулиганисимусов соседних так кстати нужно еще рыбацкие лодки тут в бах в бац и тебе но сначала арену сначала арену чтобы я наконец мог этот великий цирк построить или как там его чтобы на счастье было да да давай сотрудничать я не против ты вроде там свою религию распространяешь да отлично у меня много друзей я популярен мама и популярен так стал ферта мусора валида да давайте сотрудничать ну походу я тут не смогу распространить ганди да давай сотрудничать похода не смогу тут распространить очень по-хитрому он построил свой город так великий торговец любопытно по идее к нему зайти я тоже не смогу а все правильно разработчики все продумали да здравствуй да сизм ну чё он исчез я понимаю он должен исчезнуть нет смотрите еще на 1 хватит класс напряженность конечно я тут жестко проигрываю в этом плане но я смогу сейчас торговлю наладить как я понимаю в 3 плюс 18 золота но а суда если у лунг лунг ланг лунг а в лунг лунг ланг лунг я не смогу зато давление будет шикарным 18 золота гашан подумает такие большие деньги но он глунг ланг лунг в нонамбу вот на нам бы бы неплохо чтобы не наконец там последователи появились сколько тут 12 полы появится давление как раз равное напряжению этих самых хулиганов мне весьма будет кстати здесь уже 5 идет да то есть они и так мне принадлежат надо в нонамбу конечно топать хоть это мне немного даст но тут еще есть какой-то а ведь я только в те города которые открыл могу топать понятно но мне надо в нонамгу на ногаму в общем заодно им культура рель это какая как ее как ее господи науки дам немножко золота правда как не будет так много как в деле но что поделать надо суда топать конечно да давайте распространять свое ради давления все все ради давления все теперь у нас тут плюс 18 тоже и мы по идее будем опережать со временем тем более мы сейчас еще один город захватим со своей религии здесь 6 да смотрите они тут еще взяли какой-то город государства мне венеция вообще божит просто распространяется тут все захват у них уже 21 венеция мега читерная раса надо как-то раса кошан ты во что играешь не в starcraft же ладно неплохо бы конечно тоже распространить было бы но наверное надо все таки с этой стороны начать вот тут например взять или сразу вот тут взять чтобы тут все как-то укрепилась да давайте вот это все таки возьмем чтобы они тут какой-то друг другу поддерживали в религиозном плане я думаю будет весьма кстати так здесь арена сейчас у нас будет хорошее настроение и и акустику мы откроем цитрусовые то тебе предложить больше нечего мэн конечно я отказываюсь конечно я отказываюсь ты чё хулиган что так венеция союзники с кем-то там нет да венеция опасная ничего не скажешь воу золотишко они решили себе приобрести ну что ж пусть будет так я не против так вот да мы покатимир господи я купаюсь золоте и самый богатый ну правильно это еще цветочки да здравствует бразилия сейчас мы еще тут тут построим еще одну вообще будет много золота много джунглей много золота много культуры много науки да еще сейчас тут библиотеку построю там построю великую библиотеку ну в общем сказка не мечта благодарю за внимание подписывайтесь на канал ставьте лайки будьте счастливы всего вам доброго до новых встреч